всех приветствую ребята в новой серии приключения димона и фреддика значит сейчас двигаемся по по канаде провинция куэбек и город это у нас манреаль в прошлом видео вы видели как я сюда приехал разгрузился сегодня понедельник провел я полтора дня в гостях у друга здесь у максима так что максим аня дети всем привет ребята спасибо за гостеприимство вот и сейчас двигаемся значит как вы помните у меня сломался стартер там я ездил сельский шамптом менял значит сейчас направляюсь туда надо поменять еще навесной подшипник достаточно в канаде здесь дешево это сделать но гораздо дешевле чем будет в штатах поэтому я заеду заодно поменяю пацаны обещали там вроде как недолго за пару часиков справиться оттуда двинем уже в штаты сейчас будем проезжать под рекой монреале значит туннель для фонтейн называется драка можно ехать только по правой полосе и значит стоит высота это 4 и 4 метра мы не забываем что в канаде метрическая система как в россии вот если по американским меркам значит у нас 13 6 фитов это высота в основном самая самая допустимая высота 13 6 до метрах то получается 4 4 запятая 1 то есть если кто-то вдруг по канаде поедет смотрите если мост ниже чем 41 до уже лучше не соваться если у вас конечно высокая крыша ну а 4 4 это нормально это почти на пол 14 фитов так что нормально можно проехать ну а ну а м м м 1 м м м м Ну что, поменяли мне навесной подшипник, сделали еще некоторые там, кое-что подтянули, поменяли пару болтов на колесах, в общем, небольшой такой ремонтик. Ну они молодцы, достаточно быстро, быстро работают и дешево. Ну и все, покидаем мы Канаду, поехали в США. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, остановился сделать паузу 30-минутную. Я вам не показывал груз, груз мой, видите, бульдозер, КамАЦУ-61ПХ-15. Значит, вот с таким вот отвалом. Он почти в 13 в ширину, но когда я его повернешь, то получается практически 12 без одного инчика. Он такой вот здоровяк у меня. Значит, какая история приключилась с этим КамАЦИКом? Значит, изначально он должен был весить 42 тысячи паундов. И я должен быть легальным по весу. По ширине мне тоже сказали, что он будет 11. Но это уже получается оверсайз. Скажем так, я согласился на эти условия. Но предупредил, что если будет оверсайз, то есть овервейт, тяжелее, чем написан. Потому что 42 тысячи я могу взять. Если будет чуть-чуть больше, значит будет тяжелее. И я уже вынужден брать пермиты, которые стоят очень дорого. Агент говорит, окей, no problem. Все, я приезжаю. Короче, эта херобора оказывается шире. Практически 12. Плюс она тяжелее. То есть у меня овервейт, мне приходится заказывать дополнительные пермиты. Плюс я потратил целый день, полдня на ожидание груза, потому что он был не готов. И еще полдня я потратил времени на то, чтобы договориться с брокером о том, что мне нужно больше потратить денег на пермиты, поэтому доплачивай. Значит, ни в какую не хотел платить. Вообще, что-то там типа 100 баксов вот на тебе и все, больше мы типа дать не можем. Я сказал так, мое условие 500 баксов, либо я этот груз просто не везу. Опять же, это все время, 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 время. Мы переписывались, переписывались. Короче, целый день проволынили. По итогу я уже все, под конец дня разозлился. Я говорю, так, ребята, все. Оплачиваем то, что тракс не используется, я отвожу его обратно. Он говорит, окей, отвози обратно. И уже только я начинаю ехать, через 2 минуты он мне перезванивает. Ладно, ладно, мы тебе платим 500 баксов, типа поедешь. Значит, к чему я это все, ребята? Агент наш русскоязычный. Имен называть не буду. Агентство коды тоже называть не буду. Но я знаю, что ребята меня смотрят, те, кто грузят. Поэтому, пожалуйста, просьба к вам, не делайте так. Вы в первую очередь подставляете водителя. Не меня, другого водителя, понимаете? И, честно, нету желания. Вот с тем агентством я больше работать не буду. С тем человеком, с этим агентом больше работать никогда не буду. Вот зарекаюсь. Даже если будет супер шикарный груз, хотя его не будет никогда у них, все равно не возьму и не поеду. Просто чисто из-за принципа. Значит, этот КамАЦик у нас, ребята, едет в штат Кентаки. Разгрузка должна была быть в четверг, но так как я сказал, что времени потрачено много, то разгрузка будет в пятницу. Надо будет это дело подтянуть. Ладно, я пойду покушаю, потом подтяну. Вот. И будем в пятницу разгружаться. Сегодня 31-ое. 31 октября, а уже на улице не то чтобы осень, уже зима прям подбирается конкретная. Значит, сейчас мы... Нахожусь в штате Индиановна. Двигаемся в Кентакки, в Кентукки. Кому как удобнее. Что я хотел сказать про Индиану. Мне кажется, штат в последнее время не отличается своей способностью выдавать пермиты, то есть разрешение на перевозку негабаритных грузов. Значит, во-первых, они в последнее время очень долго это делают, ну, не знаю, три дня, когда как. Бывает, могут быстро дать, бывает два дня, бывает три дня, что очень, конечно, напрягает. И второй такой факт, то, что все штаты как-то стараются по большим дорогам, по интерстейтам давать. То есть с негабаритом достаточно легко по интерстейту идти. Там немножко, правда, смотри на обочину, чтобы никого не было, да и все. Вот. А Индиана прям, ну, вот, отличается. Она дает только по каким-то сельским колхозным дорогам, по которые вот сейчас я и еду, видите. Ну, правда, конечно, красиво здесь. Красиво, ничего не скажешь. Такая настоящая золотая осень. А чуть-чуть дальше, значит, штат Вискансин и Ленойс, в частности, Чикаго, сегодня уже прям засыпает снегом. Там какой-то снежный шторм. И это все 31 октября, так что снега там уже навалом. И сегодня ночью обещают здесь уже, в Индиане и в Огайо, обледенение ночью. Потому что я проснулся, было на улице где-то плюс 12. Это прям какое-то, скажем так, аномалия. Вот. А вот вечером обещают минус 3, минус 4. Плюс это все дело сейчас с дождем перемешано. Короче, вечером будет не сладко. План у меня таков. Сегодня доехать до места выгрузки и разгрузиться. По ходу действия стараюсь искать груз. Но что-то пока как-то это слабоватенько. Ничего такого достойного нет. Посмотрим, если получится сегодня найти груз. Я выгружусь и отправлюсь туда, куда-нибудь в сторону новой загрузки. Иногда мне нравятся такие знаки стоят, как с правой стороны. Видите, сейчас такой красный знак. Написано Man Working. Значит, мужики в работе. Ну да. В принципе, ничего не придумано. Вот мужики работают. Что это делают. Ну а мы все двигаемся по этой колхозной Индиановной дороге. Здесь, конечно, медленнее, чем по большому, широкому хайвею. Но ничего не поделаешь. Такова наша судьба с негабаритами. Как долго я избегал этой встречи. Но сейчас уже полетели эти. Ну это еще не совсем снег. Я говорю, белые мухи. Но мокрый снег уже. Мокрый снег, ребята. Сейчас на улице плюс один, плюс два. Как я говорил, температура падает. Почему-то такая холодный фронт идет. С запада на восток. Вот. И утром сегодня было где-то плюс пятнадцать. Что вообще как бы неестественно для этого времени года. Но что есть, то есть. А к вечеру будет до минус пяти, даже может быть ниже. Сейчас прям резко температура опускается. И все это дело сопровождается дождем. И вот уже местами дождик, местами мокрый снег. Так что можно сказать, что встреча произошла. Называется «Кто заказывал аттракционы?» Это уже не первая машина. Короче, цирк Шапито переезжает на новое место. Везут всякие улиточки, ракушки, динозаврики. Вот это у нас кто? Динозавры, видите? Везет тракуша динозавриков. Они прямо на колесах, то есть очень легко их перевозить. Привез, поставил, открыл, установил, электричество подключил и бабки только с тригидой и все. Это уже есть финишная прямая дорога. Я вам скажу, такая достаточно опасная. Тут такие полосы, прям только трак помещается в ширину полосы. Но надо не забывать, то, что у меня еще торчит по сторонам. Слева, справа оверсайз. Один или два раза уже проезжал я с траками, разминался. Ну, так, достаточно, я вам скажу, достаточно тесно. Здесь вроде как хорошо, недалеко, сколько здесь? 7, 7 миль, короче, 10 километров. Надо уже потерпеть. Ну, еду по Пермиту, как мне бумага говорит ехать, так я и еду. Главное только быть очень аккуратным. Когда встречка, приходится максимально вправо прижиматься, так, чтобы прям чуть колеса по траве не едут. И не забывать, что вот эти столбы еще для почты не позбивать бы. Потому что у меня с правой стороны гораздо больше торчит. прямо этот blade как нож. Машинки легковые, молодцы, хотя бы прижимаются. Им немножко попроще. Так, вот еще одна фура надо поближе держаться с правой стороны. Так, кстати, сегодня же 31 октября. Сегодня праздник Хэллоуин или Хэллоуин. И в Америке, кстати, его празднуют очень хорошо. У меня даже доча пошла переоделась с женой. Там ходят по району, всех пугают. Так что, ребят, выпуск выходит с опозданием. Так что, в любом случае, вас с прошедшим Хэллоуином. Напишите, как вы празднуете, что делаете, как отмечаете, ходите ли, куда-то пугаете, переодеваетесь или нет. Так, значит, здесь мне надо повернуть налево. Мы уже почти добрались. Улица называется Кноблик. Кноблик Крик Драйв. Значит, ручейковая дорога такая, Кноблик. Так, там вроде до встречки еще далековато. Можно быстренько повернуть, чтобы сзади людей не это не держать. Оп. Так, вот мы и повернули. А здесь с левой стороны и находится наше место. Крик Драйв. Самое, что я люблю в этой работе, прям самое-самое идеальное, это то, что я разгрузился за 17 минут, ребята. Полностью, все вместе. От того, как вот я ровненько остановился, включил локбук на разгрузку, расстегнул трейлер, сбросили бульдозер. Кстати, куда они его поставили, уже и не видно. Значит, потом застегнул прицеп, собрал все там, флажочки, резиночки, цепи, все на место, повыключал огни, подписал документы, распрощался и даже еще успел тут в туалет сгонять. все это дело за 17 минут. Это был единственный, это был единственный приятный момент в этом грузе, потому что нервов он мне подделал, конечно. Ой-ой-ой. Ну, слава богу, мы разгрузились. Сейчас я отправляюсь в штат Теннесси, город Ноксвилл. Там буду забирать груз, который идет на Вирджинию. Чем он хорош, то, что там всего лишь ехать 350 миль груженных, но загрузка в пятницу, выгрузка в понедельник. И как раз груз проходит через мой дом. То есть, я в субботу, воскресенье смогу отдохнуть дома. Так что, держим путь на Ноксвилл. Находимся сейчас в штате Теннесси, город Ноксвилл. Так, Егор, кстати, здесь живет, работает в Ленстаре на степдеке. Егор, привет тебе. И буду грузиться в такой компании, которая называется Sunbelt. Значит, компания занимается рентом оборудования, всякого эквипмента. Что-то пожарка поехала. компания занимается сдачей в аренду всякого, всякого-всякого. Это могут быть и форклифты, и телехандлеры, и там траки, и кондиционеры. В общем, всем они занимаются. Там, но она очень большая. И очень часто, именно очень часто, они делают внутренние перемещения, внутренние перевозки с компанией на компанию, то есть с одного места на другого. То есть мы будем забирать на одной базе Sunbelt и повезем ее на другую базу тоже туда же. Видимо, кому-то там понадобилось то, что я сейчас повезу, и они заказали ее отсюда. Достаточно узенько у них как раз я поместился. Если бы я перестроился, то я бы уже и не поместился бы. Так, тут у них надо вот здесь налево взять и по кругу. Все, ребят, приступаем к загрузочке. Ну вот и загрузочка. Я тут не снимал, потому что некоторые были нюансы. Короче, здесь упирался форклифт, он его передом хотел грузить. Один пришел, второй пришел. Не получается. Они не, 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 он не полезет, не загрузится. Я говорю, развернись, задом заедь. Не, 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 я там досок наложил. Он говорит, не, он не поедет, все, остается. Короче, позвали босса, пришел босс, посмотрел, говорит, слышь, ты придурок, говорит, развернись, задница, говорит, заедь. Нет, я тебе сказал, говорит, кретин, давай разворачивайся. Короче, три секунды, и он на месте. Ладно, это я просто про то, что, так, значит, две цепки назад и две цепки вот здесь, вот раз и два. Он легкий, 20 тысяч паундов, поэтому тут слегка этих четырех цепей. Вот, сейчас цепляемся, застегиваемся и в путь-дорожку домой. Стоял знак до Эшвиля, 59 миль. Сейчас как раз мы заходим на этот перевал, который между, находится между городом Ноксвилл, Теннесси и Северная Каролина, городом Эшвилл. Достаточно интересный, красивый перевал. Тут такие крутые повороты, подъемы, спуски. Получается, около, наверное, 70-80 километров протяженность такого вот перевальчика. Интересное, красивое место, и так что через несколько часов уже будем дома. Как говорится, сейчас перевалимся и уже в Северной Каролине. Так что, жена, давай, готовь борщи, щи. Папа едет домой. Ну что, народ, вот мой дом и на родном тракстопе. Ну, скажем так, он природнился ко мне уже за последние три месяца, пока я живу в Каролине. Значит, приехал я со своим погрузчиком и занял самое козырное место. Редко мне получ... Ну как редко, обычно я всегда его и занимаю. Чем оно козырное? То, что оно вот так в углу, это сегодня что-то тут грязи развелось. Ну да ладно, я так сбоку встал. Козырное тем, что справа никто не паркуется. Слева там куча места для парковки, то есть шансов быть ударенным гораздо, 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 гораздо меньше. Поэтому я остаюсь тут на два дня. Для вас это будут следующие кадры, а я поехал отдыхать и встретимся уже через через два дня, в общем. В понедельник поедем на разгрузку. Вот почти, собственно говоря, доехали. Сейчас мне пришлось проехать мое место выгрузки, потому что оно находится с другой стороны вот этого хайвея. И сейчас нам надо развернуться. Так, пошире берем. Развернулись. Честно говоря, не очень я люблю на траке разворачиваться. Именно вот такое в один прием. Если куда-то там повернуть, задом сдать, потом еще раз повернуть, это по мне. А вот так в один прием я не очень люблю ломать ломать трак сильно. Так, главное сейчас только не проехать свой поворот, а то занесло эту компанию. Если помните, как я говорил, эта компания что у нас называется? Sunbelt. Это прокат всякого оборудования. в конце вот здесь поворотик направо. Да, занесло ее, конечно, за 3,9 земель. Ну, как говорится, где земля дешевая, там и этот, там и сделали, да, себе офис, ярд. в лесу. Так, это у нас штат Вирджиния. Пока ехал, тут заехал этот городок, такой город называется Шарлоттсвилле. По дороге было очень много прям сообщений. Там мост низкий, там мост низкий, там траком нельзя, там траком нельзя. В принципе, Вирджиния себя оправдывает. То есть, как я и говорил много раз, что здесь надо быть очень, очень и очень внимательным. Так, поворачиваем куда-то налево. Посмотреть, где мне поудобнее кстати выгрузиться. отстегнулся, все приходится делать самому. Подниму повыше виллышем. Снимаем с ручника. Так, это заднее, переднее. Потихонечку. Я говорю, вы разгружаете, они говорят, нет, мы не разгружаем. Яр так. Так, перед сошел. Главное, как там задние колеса. Вот, что сам вопрос. все нормалек. Не знаю, поставлю сюда. Четких указаний не было, поэтому пусть сами разбираются, куда его потом, правильно? ключи забираем, пойдем подписывать документы, цепляемся и уезжаем. Как говорится, зачем переплачивать им, если можно не доплачивать мне. Итак, двигаюсь я сейчас на стоянку какую-нибудь ближайшую, ближайшие где-то 40 километров. Значит, двигаюсь и буду параллельно искать себе новый груз. И на этой, скажем так, такой позитивной ноте заканчиваем этот рейс. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Продолжение следует...